Ну что ж, всем хэшки, с вами Тамплиер, и это урок как рисовать текстуры для survivalcraft на вашем Android смартфоне. В общем, для того, чтобы редактировать текстурки, вам нужно скачать, во-первых, из плеймаркета такую программу, которая называется PixelArt. Да, вот так вот сейчас покажу, конечно, в горизонтальном варианте значок PixelArt. Вот он сейчас по центру, на нем мой палец, как раз под Kate Mobile. Извиняюсь, что это вам приходится смотреть в горизонтальном варианте, но все же других вариантов нет. В общем, как работает эта программа? Во-первых, нам нужен сам файлик с текстурами. Например, открываем, и у меня уже тут сразу в папке survivalcraft, и мы тапаем просто один раз на файл, который нам нужно редактировать. Потом заходим на вкладку рисования, и сразу перемещение, чтобы можно было увеличить какую-нибудь из текстурок. Ну вот, например, я хочу исправить текстуру кактуса, который я уже в своем летсплее, кто его знает сколько раз, обещаю исправить. Кстати, да, кто не знает, что я веду летсплей, то, пожалуйста, милости просим на мой канал. Будем очень рады видеть там моих новых подписчиков, надеюсь, ну и вообще людей. А вообще, вот такой незадачливый и довольно простой графический редактор для текстур. Так, чуть-чуть я фейлонулся с рисованием текстурки. Так, вот здесь, и сделаем немного мягче текстурку кактуса. Управляется, грубо говоря, интуитивно это все. Это почему, грубо говоря, действительно управляется все это интуитивно, то есть, прямо как в нашем старом добром пейнте. Взяли и вводим. В общем, вот так вот мы, например, починили, грубо говоря, текстурку, и нам теперь нужно сохранить ее. Мы берем, выходим из вкладки рисования, нажимаем в файл и сохранить. Сохраняем там, например, в папочку survivalcraft, сразу, если вы хотите именно для survivalcraft делать текстуры, и назовем ее, наконец-то, переименуем на templar текстуры. Текстуры. Сохраняем. Вот, элементарно, сохранилось все хорошо, и, в принципе, больше ничего делать не надо. Тут, также, я сейчас быстренько пройдусь по инструментам, то есть, есть в работе с файлами это создать новые изображения, также открыть какое-нибудь, например, вот это от фонаря, и сохранить его. Ну, сохранять нам сейчас не надо, также есть вкладочка рисования, это есть тут обычный карандаш, который немножечко пропускает клетки, кисточка, которая оставляет за собой более монолитный след, также заливка, которая заливает все. Ну, что видит, пипетка, которая может выбрать цвет, по которому вы тапнули. Также лупа, она только увеличивает, то есть, при сдвиге влево она увеличивает, при сдвиге вправо она уменьшает. Но, я рекомендую вам пользоваться перемещением, потому что в перемещении, при сжимании и растягивании двумя пальцами, можно, в принципе, добиться того же самого, что и в лупе. Только, немного, конечно, неудобнее, но мне это не особо, честно говоря, так уже страшно. Также есть кнопочка отмены, например, вот сейчас мы увеличим тот момент, где мы рисовали, и вот понажимаем отмену, и мы можем отменить последние действия. Также есть ластик, который вытирает до прозрачного цвета. Я сейчас увеличу, чтобы было лучше, видно. Вот, прозрачный цвет, это то, чего не хватает в многих редакторах. Также есть такие простые элементы, как нарисовать линию, нарисовать квадратик, нарисовать залитый квадратик. Также, я просто обожаю пиксель арт за эту функцию, нарисовать кружочек. То есть, если вам нужно в Survival Craft построить круг, вы примерно высчитываете для себя радиус, который вам нужен. И вот сейчас на прозрачном берете и вот так вот растягиваете до нужного вам радиуса или же диаметра. Также можно сделать вот такой круг, и, как ни странно, он выглядит действительно круглым. Также тут тоже есть кнопка отмена. И клонирование. Очень довольно-таки веселый инструмент, я скажу. Мы, например, хочем скопировать текстурку каменных кирпичей, которые у нас по центру, на текстурку там, скажем, на текстурку ниже. То есть, мы берем, указываем левую верхнюю точку для клонирования. И, попадая пальцем в ту же точку на... Ну, не получилось в ту же попасть. Но, оно, получается, клонирует все то же самое относительно нашего... Ну, сейчас докрашу, ускорю, и вы это сами увидите. В общем, это такая своеобразная копировать-вставить, только чуть-чуть по-пиксель-артовски. Также тут есть кнопочка отмены, которая действует не только на те инструменты, которыми вы пользовались. То есть, эластик уберется даже из вкладки клонирования. Ну, в общем, вот и все. Такой обзорчик на программу PixelArt и урок по рисованию текстур. Всем удачи, заходите на мой канал, там есть летсплей именно с этими текстурками. Ну, почти с этими похожими. Ну, и вообще, если вам нравится игра Survival Craft, подпишитесь на мой канал, предлагайте идеи в мою группу. Ссылочка на которую находится в описании. И вообще, всем удачи, с вами был Тамплиер.